В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алисы Харлина коротко о том, какими криминальными событиями и происшествиями запомнилась эта неделя. Не оставили шансов. Подозреваемый в жестоком убийстве таксиста дает обличающие показания. Пьяный водитель с заряженной ружьё со сбитым прицелом. Очевидцы вспоминают подробности страшной аварии. Аттракцион неслыханной щедрости. Вам бесплатное пиво, нам ваши денежки. Полицейские закрыли ещё один игорный клуб. Когда происходит жестокое преступление, родные и близкие жертвы до последнего не верят в то, что виновники будут пойманы и наказаны. А потому, когда в Московский районный суд города Рязани завели подозреваемого в разбойном нападении и убийстве таксиста, это стало темой недели. Тело мужчины обнаружили ещё в марте. Его такси злоумышленники бросили на обочине дороги по улице Железнодорожной. А чтобы попытаться скрыть следы преступления, салон машины с жертвой внутри подожгли. Нападавших было двое. На сегодняшний день они задержаны. Состоялась очная ставка. Но если один с первого дня сознаётся в содеянном и подробно рассказывает, где и как они расправлялись с человеком, то его товарищ наотрез отказывается признавать себя в чём-то виновным. То есть он настаивал на своих показаниях, хранят данных, о том, что даже не был осведомлён о помыслах своего напарника. И поехал с ним разгружать рыбу. И нападение им на таксиста для него стало крайней неожиданностью. И он сам хочет в этом разобраться. А пока следователи разобрались в том, что оба напарника испытывали финансовые затруднения и разрабатывали схемы быстрого обогащения. Слёзы на глазах задержанных подкупили только их защитников. Они несколько раз пытались грабить дома граждан. Но в данном случае всё закончилось без трагических последствий, поскольку жители не открывали им двери. В систему они решили перейти на ограбление таксистов, поскольку имеется непосредственный контакт с потерпевшим. Нет никаких препятствий в частности двери или забора. По словам одного из обвиняемых, план был такой. Ловить такси на улице, просить отвезти в какое-нибудь отдалённое место. А пока будут договариваться о стоимости поездки, приглядывать в салоне автомобиля ценные вещи. Я вылез из машины, когда, будучи, у меня уже был нож. Мне Иван дал нож, я засунул в куртку. Выпил здесь в машине алкоголь и пошёл в сторону таксиста. Подойдя к нему, я постучал в окошко с правой стороны переднего пассажирского сидения. Водитель опустил стекло, я ему задал вопрос, сколько будет стоить поездка до города Уховицы. На что он мне ответил, 1200 рублей. Я ему сказал, сейчас я с другом подойду обратно. Водитель словно почувствовал неладное, попросил пьяных пассажиров сначала показать деньги, коих, разумеется, в наличии не оказалось. А вот его коллега согласился на роковую поездку. Как только такси въехало в Луховицкий район, пассажиры потребовали сделать остановку, якобы освежиться. Уже через минуту началась борьба. И, как видно на оперативной съёмке, с проверки показаний, затеял её как раз напарник. Удара 4-3. Прямо буквально потом водитель схватил его как-то левой рукой, то есть за куртку, в чём Иван был. Я в это время отпустил руку. Почему? Правую, чтобы достать нож. Грабители не учли, что водитель может оказаться бывшим боксёром. Мужчина даже в критическом состоянии продолжал бороться за свою жизнь. Криминалиста насчитали на теле жертвы около 30 ножевых ранений. Ответа задержанного не выдерживают критики. В тот момент его удручали собственные травмы. Во время драки он неправильно держал нож и порезал пальцы. Ипоследствия в результате полученных ран у вас сейчас с вашими пальцами. В данный момент они меня до конца не изгибаются. Собственно, капли крови помогли экспертам вычислить нападавших. Но для этого пришлось проверить около полутора тысяч человек. И порядка 600 из них отправить на генотип. Да я даже не знаю, как сказать. Я бил даже без всяких. У меня мыслей не было. Вы понимали, что от данного удара вы можете человеку причинить смешу? В данный момент я не понимал. В момент нанесения этого удара не понимал? Нет, я ничего не понимал. И он в этот момент, они как-то отцепились, и водитель открыл дверь и побежал в ту сторону. Жертву вернули в салон автомобиля, погрузили на заднее сидение своей же машины и не оставили никаких шансов выжить. Жизнь человека грабители оценили в две тысячи рублей. Согласно статье, если преступление будет доказано, подозреваемым грозит серьезный уголовный срок, вплоть до пожизненного. То есть фактически они могут просидеть в тюрьме 15-20 лет. Пока ни один из них так и не нашел в себе силы хотя бы посмотреть в глаза родителям погибшего. Мы будем следить за ходом расследования. Слова в законе, повлекшие по неосторожности смерть, вызывают постоянное возмущение людей. Какая, мол, неосторожность, если речь идет о грубом нарушении правил дорожного движения и вполне себе предсказуемых последствиях? Представьте, человек бегает с ружьем по городу и беспорядочно палит. Нет, не конкретно в прохожих, просто во все стороны, но не глядя куда. В чем разница? Принципиальных отличий от езды пьяного нет. Это происшествие случилось в 5 утра. Казалось бы, неоткуда ждать беды. Сонные люди стояли на остановке Шереметьево, и вдруг со стороны 5-го микрорайона, в сторону улицы Советской Армии, на них вылетает Шевроле Лачетти. Груда неуправляемого металла сбивает трех женщин. Одна из них доставлена в больницу в тяжелом состоянии, другая скончалась на месте. Невольным свидетелем трагедии становится рязанский таксист. Мужчина смотрел в автомобиле телевизор, почувствовал удар, а еще через секунду увидел рядом смятую остановку. Попросил диспетчера, чтобы вызвали скорую помощь и полицию. Она раз и сообщила, что уже кто-то вызвал. Уже было заявлено такое, поступление, заказ такого, чтобы вызвали милицию. Потом с правой стороны, с пассажирской, водитель попытался, ну, открыл дверь, посмотрел на женщину и обратно закрыл. Через 5 минут он вылезет через заднюю дверь, с правой стороны. По словам очевидцев, к погибшей женщине виновник трагедии даже не подошел. Более того, не прояви пассажира общественного транспорта, и одна из пострадавших в бдительность, он мог и вовсе покинуть место происшествия. Без спиртного опять никуда. Но что делать пострадавшим? Тут статистика любопытная. Как поясняют прокуроры, закон не позволяет суду вынести максимальное наказание каждому пьяному водителю, виновному в гибели людей. Могут быть смягчающие обстоятельства. Даже если алкоголик за рулем вылетел на остановку и, не дай бог, сбил насмерть 5 детей, это максимум 5 лет колонии. Половина максимального наказания. Смягчающие факторы, если при этом он выбежал из машины и стал проливать пьяные крокодили слезы, пытаясь оказать погибшим детям хоть какую-то помощь, а потом стал преследовать родителей с мольбами о прощении. Бред, но факт. Еще один случай с участием пьяного водителя произошел уже на перекрестке улиц Танкозаводской и Октябрьской. Водитель автомобиля Рено Логан сначала врезался в светофор, а потом сбил пешехода. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. Давайте вспомним две громкие трагедии, за которые виновники уже получили максимально реальные сроки. К счастью, произошло это не в нашем городе. Пьяного водителя, который в Витебске на трамвайной остановке насмерть сбил ребенка на глазах у матери и скрылся с места ДТП, осудили на 7 лет. Ребенок умер в больнице через час после наезда. Из-за пьянки виновника другой трагедии погибли трое и получили серьезные травмы еще два человека. Позже одному из них пришлось ампутировать руку. Кстати, автолюбитель тоже снес остановочный павильон. Мужчину вскрутили очевидцы, только так он не ушел от правосудия. Его суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Если приводить местные примеры, то тут все достаточно грустно. Например, рязанская пенсионерка Анна Бодрова уже 5 лет не может получить назначенную судом компенсацию. Хотя именно из-за аварии женщина потеряла работу и стала инвалидом второй группы. Сейчас ей уже 74 года. И до сих пор она так и не увидела несчастных 300 тысяч, которые суд взыскал с водителя. Универсального совета тут нет. Просто будьте аккуратнее сами и не оставайтесь в стороне от чужого горя. Своевременный звонок в скорую, точные показания и пассивная помощь имеют огромное значение. За последние 5 лет ежегодно в розыске по России находится порядка 55 тысяч детей. Кто-то отстает от родителей на вокзалах, кто-то сбегает из детских домов. Но есть и такие, кто вовсе не собирался искать приключения. На днях в отделении беспризорных и безнадзорных детей привезли 4-летнюю девочку. Ее мама отправилась в магазин и вспомнила о дочке лишь на следующий день. Ее больше волновало наличие в доме спиртного. 4-летняя Полина была найдена на перекрестке улиц Шкалова и профессора Никулина в субботу около 20 часов вечера. Полицейские поместили малышку в отделение для беспризорных и безнадзорных детей, где она находится до настоящего времени. Личность родителей была установлена. Несколько лет назад 28-летняя мама Полина уже была лишена родительских прав в отношении старшего сына. Сейчас она может потерять и дочку. В ближайшее время мы подготовим к эфиру сюжет о Рязанском отделении беспризорных и безнадзорных детей. Расскажем, кто и как из малышей туда попадает. И сколько приходится работать специалистом с детьми, которые с молодых ногтей знают, что такое жить впроголодь, мерзнуть на улице и не чувствовать родительской любви. Полицейские разоблачили и ликвидировали еще один подпольный игровой клуб. Заведение находилось на первом этаже жилого дома, расположенного на улице Крупской. Картина привычная. Целый зал игровых автоматов, проверенная публика и, конечно, круговорот денег. Без них такие заведения просто не имеют смысла. Клиенты готовы отдать последние, чтобы выиграть больше. Но, увы, солидный куш получают как раз владельцы. Теперь понятно, для чего нужна была массивная железная дверь. Даже клиенты проникали в подпольный клуб по специальному звонку или рекомендации проверенного игрока. Организаторы подпольного бизнеса попытались оградить себя от внимания внешнего мира не только железными дверями, но и установили скрытые камеры видеонаблюдения. В ходе специально подготовленной операции полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли деятельность подпольного клуба и задержали злоумышленников, подозреваемых в организации криминального бизнеса. Видимо, для того, чтобы притупить чувство разочарования от финансовых потерь и развести клиентов на щедрость, в игорном заведении бесплатно угощали алкоголем. В тот вечер ловили фортуну за хвост 12 человек. Из помещения изъяли 6 комплектов компьютерного оборудования для азартных игр, 14 аппаратов и крупную сумму денег. Подозреваемых в организации криминального бизнеса задержали. Любопытная новость. Кризис заставил россиян перейти с водки на фунфырики и чеканчики. Впрочем, в разных регионах в ходу свои нежные названия бытовых жидкостей двойного назначения. Да, некоторые снова начали искать выпивку в отделах бытовой химии или аптеках. Если честно, то во многих деревенских магазинчиках легальная водка стоит только на витрине. В подсобке же бутылки со вторым тиражом акцизных марок или вовсе без них. Разница между ними состоит лишь в уплаченных налогах государству. Себестоимость заводской пол-литровки, включая спирт, воду, стекло, пробку и этикетку, составляет около 25 рублей. Объем рынка фунфыриков аптечного происхождения, бутылочек с этикетками настойка боярышника или других ягод и трав с содержанием спирта от 70 до 90 процентов, Директор Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис прошлой осенью оценивал в 120-150 миллионов литров в год, то есть 10 процентов от всего выпитого страну алкоголя. При этом, по подсчетам Минздрава, официальный показатель среднедушевого потребления алкоголя в России снижается. Однако специалисты предупреждали, это не пить стали меньше, а из-за дорогого акциза легальный алкоголь вытесняется поддельным. Власти отреагировали на проблему своеобразно, снизили минимальную розничную цену на крепкий алкоголь. А вот борьбы с так называемыми фунфыриками до сих пор отмечено не было и напрасно. Такая альтернатива алкоголю как средство для роста волос или чистки ванны приводит к белой горячке эпилепсии, чему, впрочем, не стоит удивляться. А еще отмечен рост спроса на самогонные аппараты. Дело в том, что в России запрещено гнать самогон на продажу, зато производить для собственных нужд сколько угодно. Себестоимость одного литра не превышает 40 рублей. Это, к слову, о том, что если и есть у нас запреты и строгие меры, то бьют они, как правило, по тем, кто как раз не пьет. Ну или пьет по случаю. Остальные всегда найдут, чем угоститься. Такой была эта неделя. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. На сегодня все. Не попадайте в криминальные сводки. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин